Здравствуйте, дорогие друзья! В кадре вы сейчас видите профессиональное заточенное устройство, которое называется профиль K02. Откровенно говоря, я к коробке прикоснулся на почте несколько часов назад и, в общем-то, по существу еще ничего не могу говорить по поводу того, насколько с этим устройство работает, что удобно, что оно может, как оно это делает и так далее. Я сначала, честно признаться, думал, что, наверное, я буду действовать традиционным способом, когда буду вам рассказывать об этом заточном устройстве, то есть я поучусь немного с ним работать, потому что для меня, по крайней мере, это требует какого-то определенного времени, а потом уже буду вам показывать какие-то технические подробности, но, взяв его в руки и просто собрав, я понял, что надо брать камеру и начинать снимать сразу же, потому что понимаете, в чем дело, друзья? Я вам скажу такую вещь. Вот та эмоция, которую я сейчас испытываю, если не говорить про нее много, она звучит как восторг. Восторг потому, что то, что я сейчас держу в руках, достаточно технически сложное устройство, но при этом оно совершенно интуитивно понятное, то есть мне не пришлось думать над тем, как его собрать, как вставить в него нож, не пришлось смотреть никаких видео по поводу хитростей каких-то и даже инструкцию я, как всякий русский человек, в быту читать не стал. А просто взял вот эту штуку в руки и сейчас при вас начинаю править нож. Один я уже поправил, не в кадре и понял, что нужно, собственно, хвататься за камеру и начинать это снимать, потому что, честно признаюсь, ну это просто удивительно то, что я сейчас вижу. Вот прямо, это прямо шок какой-то лично для меня, то, что сейчас происходит. То есть я сейчас не буду вам показывать какой-то весь комплект, как это все работает, я просто хочу, чтобы вы поняли мою эмоцию. Я вообще достаточно такой, ну технически непродвинутый человек и поэтому, когда я сталкиваюсь с какими-то профессиональными устройствами, я понимаю, что мне требуется длительное время на то, чтобы хоть что-нибудь научиться ими делать. Та же самая простецкая. Поэтому для меня бытовые устройства лучше те, которые не рассчитаны на профессионалов. Но вот тут я понимаю, что я еще вообще ничего не умею делать, просто как младенец им пользуюсь. Но то, что я здесь вижу, вызывает у меня просто какой-то восторг и трепет. Вот примерно такие остались эмоции. Буду сейчас дальше править. Покажу вам, наверное, в конце смонтировать, что у меня с этим ножом получилось после того, как я пройду его на всех вот этих вот пяти камнях, которые есть в комплекте у этой заточной системы. Ну вот дальше к вопросу интуитивной понятности. Сколько лет назад, когда разного рода ютюберы показывали свои заточные устройства, там, как правило, самым чем-то таким модным были апексы. Как я вспоминаю, сколько было там всякого разного геморроя показано в тех видео, это просто ужас стихий. Я вот сейчас вот этим вот работаю и поменимаю, что тут всевозможного геморроя, который в свое время показывали, тут его просто нет. Вот просто нет от слова совсем. То есть, да, наверное, если бы был какой-то более серьезный нож, может быть, его стоило бы заклеить скотчем, дабы какие-нибудь там краешки абразивов где-то его не покорябали. Но пока, вот вы знаете, на кухонном ноже я в этом потребности не ощущаю. Стали, естественно, мягкое, понятное дело, и происходит все очень-очень быстро. Я прям вижу, как это происходит сейчас в кадре. Ну и вы видели, насколько здесь просто поменять камень только что. Ну вот и третий камень у меня пошел у дела. Теперь уже сама по себе кромка сформирована на таком мягком ноже, как кухонный пискарс, это совсем недолго. Теперь я уже, получается, эту кромку, ну, больше что-ли, глажу, полирую, чтобы получившиеся на ней результаты держались подольше. Сейчас пока о красотах речь не идет. Красоты будем выводить учиться потом. Вот сейчас мы пока делаем вот такую вот работу. Третий камушек, а будет их еще два. Ну вот и последний камушек в ход пошел. Тут уже нельзя сказать, что я что-то прямо даже правлю, просто вот полирую кромку. Я там не ошибаюсь, если то гридность, по-моему, у этого камушка тысяча. Камни здесь все сделаны в России, посажены на специальные бланки. Все это я потом вам покажу, но сейчас, понимаете, дело не в этом. Дело просто в том, насколько тут все просто и понятно. Единственное, что я не в мастерской работаю, поэтому мелкую пыль с ножа и с камня просто вытираю пока. Ну, посмотрим, приспособность еще как это делать лучше. Дело сейчас не в этом. Я вам хочу сказать, что до этого в бытовых условиях я всегда пользовался спальдерка-триангл. И, понимаете, рабочую остроту он всегда придавал вполне достаточно для того, чтобы с ножами комфортно работать. То, что происходит здесь, это, знаете, ничего общего не имеет. Даже я без руки совершенно спокойно держу здесь один и тот же угол заточки. То, какая сейчас острота вот у этого ножа, если он еще ее сколько-нибудь продержит, я вообще, наверное, брошу разговаривать там о суперсталях и о чем-нибудь еще. Потому что, ну, если вы не промышленный повар, то если вам на месяц хватает переточки вот таким вот образом ножа, то имеет смысл иметь подобную точилку и точить. Вот. Но, друзья мои, это, конечно, что-то просто невероятное. Понимаете, удивительно то, что все получается сходу, сразу. То есть, еще наверняка придут какие-то мысли о каких-то хитростях работы. Я обязательно посмотрю канал Виталия Калугина, который с этими точилками работал много. И там много про это рассказывает. Но, то, что происходит сейчас, вызывает у меня лично шок. Вот такое вот, по сути, анонсное видео по поводу точилки профиль К02, которое было предоставлено мне для обзора и тестов производителям. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.